Мы продолжаем учебу Таня из самого начала. Мы дошли и учились, слава Богу, до одиннадцатого главе. И прошлый урок, позапрошлый урок, в десятой главе мы познакомились, поскольку что можем вообще знакомиться с такого личности, совершенно другого соотчеловечества, который есть праведник. Теперь мы будем читать про себя. Про себя будем читать. Познакомимся с очень близкими людьми к себе. Ну, и такими, как мы, но которые могут стать лучше. И становились лучше. То есть, мы будем говорить про грешников. И мы поймем, что это такое. Для того, чтобы мы будем продолжать этого тема, я хотел напоминать. У нас был урок, который мы назвали «Тотальная война». Касалось девятой главе, где там ребя обрисуют разных мест, фронтах, где воюет божественная душа с животной души. Я бы хотел вас спросить, очень интересно, просто. Давай подумаем вместе, где начинается фронт праведника. Мы уже познакомились в десятой главе. Где в девятой главе находится хотя бы стартовый пакет фронт войны между животной душой и божественной душой для праведника? Правая половина сердца и мух. То есть, то есть, то есть, то есть. Правая половина сердца. Что с ней? И мозг. Ну, там, сначала, ну, как бы, божественная. То есть, правая половина сердца, что с ней? С ней все хорошо у праведника. С разума и мозг, соответствующий, нет войны. Уже давно она пройдена. Вопрос о правой половине сердца. Есть у праведника? У всех есть. А нету. А? Ну, живу в левой половине. У левой есть, по-прому. То есть, у праведника нет вопросов. Первый, не в одеянии. Одеяние это что? Мисли. Мисли, речь, действия нет вообще никаких. Это вообще искусство. Это вообще даже не, не мысленно мыслить об этом. Это вообще, ну, нет такой. Вопрос о разуме. В чем трудится разум? Ну, трудится только в том, что Божественная Душа хочет. Это пройдено это. Сердце, правое сердце, оно принадлежит Божественной Душе и только ей. Только ей. Это означает, что праведник, даже самый простой, в кавичках, да, простой. Праведник любви ко Всевышнему и тяга к Божественных вещам есть постоянный. У любой из них. Вопрос только, в каком состоянии левая часть. Мы называем это зла, но в какой состоянии находится левая часть. Да. Мы учили, есть отвращение к плохому делу, тогда это праведник. А если отвращения нет, тогда это вполне полный праведник. Мы говорили, что это совершенно праведник. Но даже простой праведник, праведник, который у него есть остаток. Остаток в стороне животная душа. То есть, получается, что у него вопрос в сердце левая пояс. Он для него не функция. То есть, он не задействован. Там нет ускорения, сердцебиения за любой вид наслаждения этого мира. Или тяга к что-либо в этом мире. Остается только натуральная его характеристика. Слаждение, оно осталось. Но не более чем. А совершенно праведники, это не осталось. Теперь, когда мы будем переходить грешник, грешник, где находится его фронт. Как вы думаете? Это вообще нет никакого. Спит божественная душа. Ну, это очень крайность. Мы же задали, почему я задаю это вопрос. И правильно говорит Хайм Шафутинский. Это вроде бы так и выглядит. Вот все спит. Нет грешник. Но мы же задали очень много вопросов. Ребя задавал очень много вопросов. Пьер в главе, в которой он выдвигает фронт. В чем? Что средний, который мы еще не познакомились с ним. И познакомимся, начнем познакомиться с ним. В 12 главе. То есть фронт, который есть, начало, стартовый пакет. У средний находится за пределами грехов. И первый грех, который наступает, доказывает вопросами. Альтеребе, он уже грешный. То есть выходит, что фронт войны между животной душой и божественной душой у грешной находится в одеянии. Мысли, речь и действия. То есть в его разум смешивается. Иногда есть божественная душа. Иногда есть животная душа. В его тягах жизни и сердцебиение, она ускоряет. И из материального тяга. И божественная тяга тоже бывает. Как кое-какие желания. То есть там все нестабильно. Где реально наступает грешная, прямо в война. Упорная война против его животной души. Когда она хочет переходить в грань и согрешить. А грех бывает только в одеянии. Месли, речь и действия. И вот, когда мы понимаем, что грешный фронт войны, его фронт войны находится в одеянии. Речь, действия и мысли. Тогда мы понимаем, каких разных салтов бывает у грешников. Продолжаем учиться в одиннадцатой главе. Восемьдесят третая страница на русскоязычный перевод. Извнутри. Перек юдалев. Везе леумас зе. Это против другою. Они стоят один против другому. Не на равных. А один против другой. Это фронт. Гошо ве то и влой. Леумас цадик. Вегалой. У кого есть аналогия. Вот. Мы учили про праведник, который осталось у него добро. Его аналогия у грешников. Это грешным, который осталось у него добро. Почему? Почему аналогия? Потому что, что у праведника, который остался чуть-чуть. Тяга к материальной, не материальной, а клепот. У него остался характер. Это может его тянуть из своего высокая атмосфера праведности. Тянуть его обратно, клепот по чуть-чуть. Поэтому, о таких праведниках мы говорим. Эн цадик б'орец ашалья сетой вело ехата. Не бывает праведник, который не может грешить. Они могут грешить. И не верьте себе до своего дня смерти. Всегда может наступить грех. Это у обычных праведник. У праведника, который остался у него тяга в жизни. У великих праведников, у них такого не бывает. То есть, у обычных праведников, говорят ему, не верьте в себе до твоего дня смерти. Почему? Пока не умер, можешь согрешить. Можешь. Не залегайся. Как не грешить? Вот глава священника в храм, во время второго храма в Суккот. После Йом-Кипур он выжил. Святая святых. Перевратил в цдоки. И написано в Тальмуде, что из-за его поступок в храм, его убили весь народ с отрогом, который они забили его. Как это понять, не согрешил? Вот согрешил. После Йом-Кипур согрешил. Это не какая-то шутка. Так у вас он неправильный. Нет. Нет. Он выжил. Он выжил Йом-Кипур. Это что? Это была шутка такая? Это был серьезный вопрос? Ну, мы поговорим о бейнуне и поговорим потом. Мы говорим сейчас о угрозе, которая существует у несовершенноправедника. У несовершенноправедника это другие люди. Еще раз другие люди. А несовершенноправедник у него есть опасности. Всегда есть опасности. Поэтому Удрецов его предупреждает. Не верьте в себе до дыма смерти твоего. У грешной, которая осталась, у него есть добро, он похож на него, только противоноположима. Иногда у него побеждает добро. Сейчас поймем, что это значит иногда. Это как мы. Нет. Еще. Мы. Не переживай. Мы себе найдем в этой главе. Не переживай. Но не опережай события. Мы найдем себе. Мы хотим о себе лучше думать. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Догайно. Что это значит? Шегатойев, шебенавшей, хоэлейкис, шебенейхай. Добро. Божественная душа. Который есть в его душа. Божественная душа в газуме и в мозге. Ху вихолала хайоми айоминише билибой. И в правой часть своего сердца. Кофуф уботел легабей харар. Он починяется. И он как будто бы сгибал себе перед зла. Что это значит? Животная душа. Мы окли позже бихолала смоли. То есть, кто главный? Главный у него постоянно животная душа. А что это значит? Главный. Он говорит. Не переживай. Это тоже не так просто. Везе мисхалек гамкен леревовис мадрейгис халукис. И вот. Остаток зла. Остаток, можно сказать, влияния зла на добро. У этого грешника бывает много сотны разных тысяч. Сотны тысяч разной уровня. Бииньон в чем? Камут вейхута битуль. Камут. Количество. Эйхут. Качество. Починение битуль. Векфифа сато и влога. И насколько починяется добро к злу. Хас вешоле. То есть. Простыми словами. Сейчас мы посмотрим, насколько это знакомо нам. Он говорит. Грешник, который ему добро. Грешник, который ему добро. У него есть хорошо. Добро. Божественная душа есть. Еще присутствует. Божественная душа присутствует. Но он грешный. То есть. Основа. Он грешный. Во-вторых. Присутствует у него божественная душа. Почему он грешный? Потому что в основу его божественная душа подчиняется животная душа. В этом сотни тысяч уровней. То есть бывает, сейчас мы будем смотреть, грешный, который ошибается очень мало. И тем не менее, он называется грешный, и не бейнонный, и, конечно ли, праведник. За какое-то время. И тем не менее, он считается грешным. Потом поймем почему. Почти бейнонный. Сейчас. Потихоньку. Есть мы... Есть мы... Есть такой... Сколько он подчиняется к злу, к своей животной душе? Очень мало. В Афгамзойс, и это тоже, что он подчиняется, не битмидут. Он непостоянный. Он не часто. Непостоянный и не часто. Иногда даже на очень, очень много, очень много времени проходит, когда он вообще подчиняется. То есть не часто и не постоянно. Это разные вещи. Постоянно это означает, что я, например, не дай Бог, пропускаю одевать филин регулярно. Это называется постоянно. Или я нарушаю субботу постоянно. Или я не учу стору постоянно. Да? Бывает, что это же грех. Я повторяю еще раз, еще раз, еще раз. Это постоянно. А бывает, что нет. Я сегодня буду учить тору. И завтра, и послезавтра. Какой-то день я пропущу. Но это не повторится, потому что я буду ругаться с собой. Но вместо того, что я не буду учить тору, я забуду про лошонара. Я буду наговаривать о другом. Еще раз, это будет раз, я буду ругаться с собой. Я не буду больше говорить лошонара. И так часто я грешу на разных грехов. Что это показывает? Что я борюсь, и я не допускаю дважды ошибка. Но это постоянно. А есть таких грешников, говорит Рэбе, что и не постоянно, и не повторно, и очень редко. Сейчас он будет рисовать нам, этот человек. Он будет рисовать нам, этот человек. Только часто от него он боит. В это время, допустим, он наговаривал на человека. Вот речь захватила животная душа. Но мысленно он не дал себе дальше подумать. И действие против другом не делал. То есть только речь занимал. И он это делал. Что я делал? Зачем я это делал? Он держит свой рот. Скользнулся со слов. Я слышал, я не слышал от него, я слышал от другими людьми, что Рбел Кан рассказал учеников, когда он преподавал в Тане, этого часть Тане, что однажды к нему подошел Мэндель Футофас. Мэндель Футофас был вставший негу. Но они были друзей. И задали ему вопрос. У меня иногда скользает слово болтовня. И он говорит, мыслей контролировать, ну я могу. А как контролировать болтовня? И Рбел рассказал ученикам, он говорит, посмотрите. Человек, который, он же не, это не хвастовоство. Для Мэндла это было, он не понимал, что он удивляет, когда он говорил. Он думал, что все-таки. И он задавал вопрос другом. Помоги мне, дай мне совет. Как контролировать речь? То есть бывает, что иногда скользает слово неуместно, не как надо. И как контролировать? Не смог контролировать. Или мысл скользнулся. Или в детстве что-то делал не то. Надо понимать, что праведники в ошибку не бывают, не бывают в детстве. Правда, это великие, очень, очень великие праведники. Рассказано, что однажды Митталеребе, второй, второй Лобовический Ребе, тот, который сын Альтеребе, похоронен в Венежин. Он был в дороге с его помощником. Они ночевали в кричмах, еврейских кричмах, которые были хозяева и евреев. У них была двойная кухня. Кошелная и не кошелная. Потому что не евреи, зачем им кошелные пищи? Это дороже кошелные пищи. Зачем? Утром проснулся помощник до Ребе. Вошел там в столовую поискать что-то, покушать для Ребе. И он видит, что хозяйка реветь с криками. Что случилось? И она не может говорить. Ну, он вынудили, скажи, что случилось. Он говорит, я вчера покормил Ребе, не кошелная пища. Начал посмеяться помощник. Помощники у Ребе всегда подбирали чуть-чуть туповатый. Почему? Умные увидели и понимали, что видят. А туповатые не понимали. Поэтому у Ребе было хорошо, что они все поймут. Но они были настолько туповаты. Он посмеялся, привез ее в комнату, где они находятся. И показали ей, что вес еда в мусор. Она удивилась, что такое. Он говорит, не знаю. Вчера я накрыл стол Ребе после трудного дня, что он не кушал весь день. Ребе смотрел на еду и говорит, бросай это на мусор и ты не покушай. И все. По Ребе Нохамис Чернобыл, очень известный тоже друг Ребе, ученик Балшимтова, потом Магедизмезрича. Он был из старших учеников Магедизмезрича. Ребе Нохамис Чернобыл, он похоронен под Киевом. Написано, что ему дали молоко. Стакан молоко. Просили стакан молоко. Налили молоко. И он говорил, где молоко? Он говорит, вот молоко, не вижу. А где молоко? И один из его учеников, я не помню какой из них, говорит, что вы не понимаете, это некошерное молоко. Ребе его не видит. Уточнили, это было некошерное молоко, выбросили. И этого ученик говорил, это же написано в Шулхана Рух. Что такое некошерное молоко, молоко, которое евреи ее не видят. То есть, другим словом, по закону это означает, евреи его не видят, что не вглядывали, что он не присутствовал при доении, когда доили его. То есть, он говорил это как-то в шуточном, что такое некошерное молоко, которое евреи не видят. Вот праведник не видит это молоко, не видел это молоко. Для него это было несуществующее молоко. Конечно, у грешной такого не бывает. У него ошибки бывают. Он может ошибиться. Несознательно, не хочется. Мы говорим о грешной, который не хочется, и он борется, и он не будет повторить этого греха. Но скользнулся из греха. Ошибся. Ошибся. Например, что это значит мало? Ну, небольшой грех. Ну, например. И рыба переводит несколько примеров. Дагайну обе майсле вад. Например, в детстве только. Ласойс аверис калойс валой хамугойс. Он делает мылки. Грехов, они серьезная тяга. Например, вот ошибка. Выпил вот это такое молоко, которое запретили мудрецу. Или что-то не то сделал. Да? Дальше. Или только в речей. Например, Ледабек авак лейшо ингого. Велэй цонус. Авак. Это пыл. Пыл, который выходит от лошонага. То есть, это лошонага явно. Я говорю, вы знаете, я вчера видел лейб. И он натворил так и так и так. Это лошонага. Не, лейб никогда не делал. Не говорите так и так и так и так. Никогда не делал. Это не проливляет. А могу сказать, я вчера увидел лейб там-то. Я же ничего не сказал. Но тех, которые слушали, уже поняли. А-а-а. На косячи. Это авак лошонага. Это пыл. То есть, он выходит от него. Он сказал. Говорит лошонага явно. Это равно к идее поклонничества. Так написано в Трвуде. Ну, авак лошонага. Пыл, который выходит из лошонага. Это вопрос такой. Это ошибка. Он несознательно это делает. Это не злой. Или просто он шутит. Шутит по пустякам. Что такое лейцанут? Мы говорили об этом уже в седьмой и восьмой главе. Что такое лейцанут? Когда человек шутит не о чем. Просто болтается. Клоунага. Просто шутит. Не шутит другими. Не ранит другими людьми. Просто шутит не о чем. Говорит безответственно. Обе махшовы лавад. Или только в мыслах. То есть. Хиргурай авейго. Акашима авейго. В мыслы. Что хуже? Мысли или речь? Что хуже? Мысли или речь? Речь без мыслей не бывает. Речь без мыслей. Если так было. Мы были намного сдержанными речами. Иногда мы говорим без мыслей. Без мыслей. Без мыслей. Без мыслей. Бывает, что мы говорим необдуманно. Без мыслей. Без мыслей. Наверное, речь. Хотя действие. Вопрос в чем? Посмотрите. Речь и мыслей. Это как грубая ткань и шелковая ткань. Грубая ткань. Для того, что увижу на него какой-то царапина или чуть-чуть грязь. Это должно быть как-то покрупновато. А шелковый хоть что-нибудь. И уже вы. То есть мыслы, они намного тонкие, намного чувствительные. Когда человек думает о чем-то, это ранит душа намного глубже. Намного глубже. Но Поэтому там надо быть намного осторожнее с мыслами. Ну, разум можно же тормозить? Как? Как? Ну, так с моим разумом. Мы поговорим, что это значит не грешить мыслами. Но человек же не может не думать. И у него возникают мысли, которые он не может контролировать. Рассказано, что один из мудрецов, вожатый хасидут, умер. И перед его смертью собрались у него его учеников и хасидов, очень преданные. И говорили, ребят, ты уходишь. Кто будет наш будущий учитель? Мы без вожат не можем. И он дали. Не написано, кто это был. Не написано. И он дал им наставление, что вы пойдете на всех, мои коллеги, наставники хасидут, и зададите им один вопрос. Как мы можем контролировать мысли? Если кто-то попытаешься вам отвечать, как это делать, убегите от него. Не вашего учета. А если кто-то скажет вам по-другому, у него останавливается. И действительно, и действительно, они ходили к первой. Говорили ему, ребят, как нам выдержать вот атаку мыслей, когда они атакуют нас, нехорошие мысли. Говорили, он начал давать им советы, они сказали, спасибо, ребя, пошли другим. Когда они останавливались, по-моему, они останавливались у ребя из Коцка. Он был очень великий праведник и очень серьезный из вожатых хасидут. И они задали ему этот вопрос. И он говорил, никак, боремся. У него они остались. Почему? Мысли возникают неоткуда. Того, что мы должны бороться, не продолжать думать. То есть, приходят мысли, плохой мысли, мы говорим, отгонять его надо. Отгонять, да. Это, но это в нашей воле. То есть, это тяжелая борьба. Но сказать, что не возникнет. Не возникнет праведник, не возникает. У него все чисто. А у нас возникает. Не только у грешных, у дейну не тоже возникает. То есть, вопрос о мысли, это продолжать мыслить. Да? Да. Говорит Ребе, Иногда возникают мысли, связанные к детстве. Например, я говорю себе, какая вкусная еда, надо было покушать. Вот об этом я думаю. Вкусная еда, надо было покушать. Это мысль, которая приближается к детстве. Но иногда бывают мысли, не связанные с детством. Элла, в чем, например, Думать сразу, да, сразу. Да, или думает он по отношению между мужчиной и женщиной? Не запрещенная. Не запрещенная женщина. А свою. Но он думает это, когда не надо. Когда не надо. Потому что ты нарушаешь закон, И не смартит себя из грехов, Не думать об этом днем. Когда надо думать, когда не надо, не думать. Или, например, Это время учения Тору, И он просто ни о чем не думает. И он не занимается учением. Как написано в трактата, вот. Не спящая ночи, А не ойх балайла, Умефанны либей, И он не занимается учением Тору, Чтобы каждый из этих грехов, И подобное имя, Он называется грешным. В это время. Сейчас поймем, что это значит в это время. Шахара, Шабинавшой Гойвербой, Зло Бирьет вверх над него, Умеслабеш бегуфей, И он захватил Телесное существование. Почему телесное существование, Это одеяние? Речь, действия и мысли. Умахтыр, Уметамой. И он Согрешает нас, И напачкавал нас. Мы становимся Тмеим, То есть в нечистоте. Сейчас вернемся К тому, что Хаим Шабутинский Считал, что мы знакомимся с собой. Что мы знакомимся с собой. Вот я пока себе не нахожу. Такой человек, Который раз в году Или раз в квартал Думает Поставленные мысли, Но не повторяет ее. Или Скользнулось ему Несколько слов Про Заславский, Где я его видел вчера. Или Просто ночью Сбредил И не учил Тору. Как-то себе Не очень нахожусь там. У меня как-то Более часто Ну, нельзя Раскаиваться Публично Это И Неправильно По закону Тору, Но Ну Наверное, Яков Шафутинский Находит Себьей. Нет, а где же мы тогда? Мы найдем Себья. Я обещаю тебя. Мы найдем Себья. Не переживай. Но здесь Мы говорим Серьезный человек. Мы говорим Очень серьезный человек. Не ошибайтесь. Этот человек Такой же Как Мин Футов Серьезный хосы. Такой же Как Бел Кан Большой хосы. Очень серьезный Человек, Который Трудит Тору У него Раз в квартал Сколзает Какой-то Мысль И он Перевает Учение Тору. Чуть-чуть Раз в квартал Раз в год. Или Как-то Сколзнулось И он Сказал Слово Не так. Это Очень большой Человек. Так Почему Мы не Назовем Его Праведник Который Согрешил? Праведник Который Согрешил? Почему Нет? Он же Он же 99% Своего Жизни Не Согрешает. И он Борется Он Держится И он Не Согрешает. Ну Ас в Каком-то Время Да? Ну И что? Ну Он Праведник Праведник Который Согрешил Ошибся А потом Сразу Написано Здесь Он Будет Раскаиваться Почему Он Не Праведник? Ну Как вы Думаете Почему Не Праведник В принципе Не Но Мы Говорили Что Праведник Который У Него Есть Еще Нельзя Верить Ну Тут Тоже Может Быть Вы Правильно Говорите Но Вернемся Обратно К Место Находящее Фронт Где Фронт У Праведника Фронт Находится В правой Стороне Его Сердца У Грешных Там Нет Фронт Фронт Находится В Одеянии В Одеянии Это Очень Серьезный Вопрос Там Он Может Ошибиться Серьезно Если Он Удерживает Мислы И Не Удержал Если Он Должен Удерживает Речь И Не Удержал Если Он Должен Удерживать Действие И Не Удержал Вот Это Вот Это Есть Грешный Он Грешник Очень Сильная У него Животная Божественная Душа Она Прям Упорно Воюет С ним Она Помогает Ему Воевать И Он Большинство Время Воюет И Успешно Воюет Но Он Воюет Удержать Себя В чем Водеяние В грехов Где Находится Самое Опасное Место Объясню Как то Что будет В чем Разница Между Очень Сильных Государств И Слабых Государств Сильная Государств Ее Фронт Находится Очень Далеко От Своем Берег Не Вокруг Своего Берега Даже Если Она Очень Большая А Далеко То есть Для того Что Дойти К ней Это Пройти Очень Много Помните Вот Рассказ О Перл Харбу Второй Мировой Когда Японцы Бомбили Перл Харбу Практически Разбили Американский Флот Почему Это Было Сокрушительный Удар Потому Что Такая Держава Как Америка Уверена Была Что Ее Фронт Найдется Где-то В Ее Друзей Где-то На Какой-то Остров Но Не У Себей Дома Это Уже Была Ну Такой Наглости Какая-то Да Вообще Они Даже Не Думали Что Надо Защитить За Что У Нас Тут Дома Поэтому Это Было Так То Есть Слабая Держава Ее Фронт Находится У Себей Дома У Себей Дома Когда Мы Говорим О Опасности Угрозы Израиля Потому Что Ракеты Попадают Прямо В Хайфа Они Где-то В Пустина В Хайфа Это Серьезный Проблем То Есть Разница Между Праведник И Грешный Где Находится Фронт То Есть Грехов И Заповеди Выполняются В Одеяне Речь Мисли Действия У Праведник Он Находится Так Далеко Из Этого Берега Он Находится Борба Находится В Территория Чужая У Животная Душа Вот Там Находится У Грешный Прямо Себей Дома Он Находится Прямо Находится Прямо На Одеяние Поэтому Он Называется В Априоре Даже Не Согрешили Во Априоре Его Состояние Грешников Почему Фронт Находится У него Прямо На Одеянии Ничего Не Защищает Одеяние Кроме Того Что Он Прямо Ложился На 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 Фронт И Не Дает Не Пропускать Других Прямо Трупами Там Лежится Вот Это Вот Это Грешник И Поэтому Такой Великий Вогрешник Он Реально Великий Человек Ну Согласитесь Но Очень Серьезный Человек Поэтому Говорят Ему Ребе Не Переживай В Ахарках После Гдех Гойвер Бой Готовшебенавшай Олегис Он Сразу Сожалеет И Усиловать Его Добро Которое Есть В Его Божественная Душа Которая Сильно Присутствует У него Если он Выполнил Путь Искупления Путь Чува Которое Сказали ему Мудрецов Как будет написано В Часть Третья Таня Это Игерта Чува Путь Который Писал нам Альтеребе По Раско Вот Здесь Мы Читали До Сих Пор Очень Серьезных Людей Очень Серьезных Людей Которые Реально Живут Со Всевышнему Каждый Каждый День Каждую Секунду Но Они Не Могли Выдвинуть Свой Фронт Из Зоны Опасности Из Олияния Следующий Урок Я думаю Что Часть Из Нас Найдут Себе Чуть Больше